Всем привет! Я Николь Стивенс. Поделюсь сегодня, как быть здоровой круглый год. Не знаю, как вы, а для нас в межсезонье всегда пора непростая для всей нашей семьи. Все меняется, погода меняется, времена меняются, устаешь от четырех стенах уже сидеть, зима длиннющая. И в эту пору я всегда и особенно благодарна за то, что у нас есть эфирные масла для укрепления нашего здоровья. А сегодня я бы конкретно хотел коснуться ладана. Кто-то может подумать, почему же ладан? Однако, не спешите. Именно с этим маслом можно преодолевать все эти периоды перетурбации в межсезонье. Не напрасно, ведь его зовут король эфирных масел. Это как острейший швейцарский нож армейский. И у него есть все три способа применения, которыми мы можем раскрывать его преимущества. Это наружный, внутренний и ароматический способ использования ладана. Например, при внутреннем его употреблении мы имеем потрясающую возможность укреплять наше здоровье, клеточную функцию, здоровый иммунный ответ и укреплять нервную систему. Это такой способ хорошего самочувствия общего добиться на постоянной основе, чувство обновления, помочь вашему телу быть всегда в лучшей форме, несмотря ни на какие переходные периоды. И это достаточно просто. Просто капелька под язык, либо в пустой пищевой капсуле проглотить. Здесь капля за каплей, все помаленьку, мы достигаем его эффекта. Это очень мощное эфирное масло. А мой же любимый способ применения ладана, это, конечно, на кожу. У него потрясающее свойство для кожи. Он ее так омолаживает, осветляет, она от него прям сияет красотой и молодостью. И здоровьем, разумеется. Я капельку всегда люблю сделать на ночь в увлажнитель, или когда у меня какие-то пятнышки появляются, я ладаном на них всегда обрабатываю их. И не забывайте, конечно, об ароматическом способе применения ладана. Вы знаете, у меня... Ну, может быть, люди не часто его капают в диффузор и думают, да зачем это? Но у меня есть любимое, одно из любимых исследований на тему эфирных масел, о том, как ученые наблюдали за группой людей, которые гуляли в лесу, и о том, какие с ними происходили перемены. И они назвали это лесные ванны. Они нашли там много интересного, много преимуществ, много полезных эффектов, о которых вы сами можете почитать в интернете, погуглить. А я представляю, что эфирными маслами мы привносим этот лес и дыхание леса к нам домой, во всю нашу семью, с тем, чтобы насладиться дыханием леса дома, освежающими ароматами деревьев, которые нас балуют своими фитонцидами. Представляете, сколько всего они выделяют в атмосферу. И здесь вот в ладане у нас есть, например, альфа-пенин и лимонен, и другие мощнейшие монотерпены с низкой молекулярной массой, которые способны распространять в атмосферу взаимодействия с нашими организмами и давать нам тот же самый эффект обновления душевное и физическое, которое мы почувствуем, гуляя в лесу всей семьей. И это, конечно, потрясающая поддержка в такие непростые, переходные, сложные времена, когда что бы ни случалось и что бы ни творилось вокруг. Эфирные масла нас поддерживают, как ничто другое. Используйте их. И если у вас случайно сейчас есть под рукой флакончик ладана, откройте же его, вдохните без повода, почувствуйте его силу и мощь, все его преимущества. Ищите новые способы применения масел. Ищите свои преимущества, свои любимые способы применения. Удивляйте ими себя, удивляйте ими свою семью, делитесь ими в соцсетях с другими людьми, помогайте другим семьям. Поэтому ладан, любите его, наслаждайтесь им, ищите новые способы применения. Переживем все вместе. Большое спасибо.